И еще об одном расследовании, которое, как оказалось, остро нуждается в детекторе лжи. Генпрокуратура предложила Вячеславу Химикусу пройти проверку на полиграфе. Причем проводить эту экспертизу назначили человека, который в СБУ больше не работает. Об этом сегодня написала на своей странице в Фейсбуке адвокат потерпевшего Марина Паринова. И в подтверждение она прикрепила фото из реестров судебных экспертов. По словам Париновой, пройти проверку на детекторе лжи Химикус готов, но исключительно в независимой организации и, конечно же, вместе с самим Пашинским. Есть определенный перечень, который утвержден, перечень судебных экспертиз. Такого вида экспертизы не существует. Во-вторых, следователь привлекает лицо, которое не числится в реестре судебных экспертов и, соответственно, не будет нести ответственности за те выводы, которые он даст. Наша позиция заключается в том, что мы готовы пройти такую проверку, но исключительно вместе с Сергеем Пашинским и у эксперта, который является аттестованным. Напомню, 31 декабря 2016 года нардеп от Народного фронта Сергей Пашинский выстрелил в ногу Вячеславу Химикусу. В феврале суд признал Химикуса потерпевшим. О таком же статусе просил и Пашинский. Сейчас он проходит по делу как свидетель, хотя уже точно нуждается в проверке на детекторе лжи, поскольку за время следствия он неоднократно менял свои показания, то рассказывал, что в целях самообороны он стрелял в безоружного химикуса лёжа, то неожиданно вспомнил, что совершил этот выстрел стоя. Но вот Пашинскому полиграф не назначили.